Будущее страны – это наши дети. Но модель своего поведения они копируют у старших. Потому особенно важным для каждого должна быть тема, какой пример своей жизнью ты подаёшь подрастающему поколению, какой образ жизни ты ведёшь. О том, как сохранить здоровье молодёжи, говорили на заседании антинаркотической комиссии, прошедшей в районной администрации. На повестке заседания Межведомственной антинаркотической комиссии значилось три основных вопроса. О показателях работы наркологического кабинета, о профилактике в подростковой среде и о подготовке и проведении операции МАК-2019. Так, по данным наркологического кабинета Славянской ЦРБ, за прошедший год на учёте с алкогольной зависимостью стоит 468 человек. Наркозависимых – 81. В прошлом году, в 2018-м, в реанимационное отделение больницы поступило 3 человека несовершеннолетних, взятых на самотравление алкоголем. Все подростки осмотрены подростковым наркологом, поставлены на профилактическое наблюдение. Эти показатели несколько ниже цифр предыдущего года. Но, как отметил заместитель главы Славянского района Сергей Позняков, это не свидетельствует о положительной динамике. Потому что каждый ребёнок, вовлечённый в употребление алкоголя, – это серьёзный повод задуматься над методами профилактической работы. Если мы говорим о том, что 3 несовершеннолетних подростка были доставлены в реанимацию с диагнозом алкогольного отравления, то представляете, сколько их на самом деле было, какую работу проводят правоохранительные органы, привлекают продавцов, которые допустили продажу алкогольной продукции несовершеннолетних. Штрафы предусмотрены, уголовная ответственность, что штрафы, такие серьёзные, до 40 тысяч рублей. И, в общем-то, ничего не меняется. У нас-то мы снимаем с учёб, но мы не прибавлять будем. Профилактическая работа в Славянском районе возложена на многие структуры социальной сферы и правопорядка. Одна из самых активных – Управление по делам молодёжи. Специалисты управления проводят в год более 50 мероприятий антинаркотической направленности – от лекций до работы клубов по интересам. Наиболее эффективны в профилактике методы, когда подростки сами становятся активными участниками работы по пропаганде здорового образа жизни. Предлагаем каждому учебному заведению включить активистов в состав членов молодёжного патруля, которые работают в этом направлении, в том числе это общественное объединение, которое работает у нас на территории района. Мы его только развиваем, оно достаточно новое. Но нам необходимы инициативные ребята, которые готовы будут выходить и в рамках акции «Борьба основных афорейдов» по закрашиванию, выявлению, скажем так, сначала, потом закрашиванию, удалению этих надписей, которые пропагандируют спайсы и так далее. Был разработан проект «Стопвейп», который направлен на пропаганду здорового образа жизни, и борьбу с распространением информации, популяризацией этого вида, скажем так, молодёжного увлечения. Это были и социологические опросы, и мероприятия с привлечением спортсменов, зарядки, студенческие зарядки. В общем, пропаганда, собственно, всех позитивных форм досуга и, конечно же, спорта. Ну, коллеги, мы все прекрасно понимаем, смотря рекламу в интернете, что вот тренажерный зал, давайте заниматься спортом, заниматься тем-то, тем-то. Если человек не захочет, реклама ему не побудет к этому. Но если будет в средствах массовой информации доступна информация в альтернативных формах, интересных формах времяпреповождения, конечно же, это большой-большой плюс. Чем мы, собственно, и занимаемся? Создаём формы позитивного досуга, создаём формы для творческой самореализации, клубной деятельности. Отдельное место в структуре профилактики занимают среднеспециальные и высшие учебные заведения, которые расположены на территории Славянского района. Руководством этих учреждений образования уделяется большое внимание созданию условий для того, чтобы обучающиеся вели здоровый образ жизни. Но не всегда всё в руках преподавателей. Родители, сегодня родители, мы забываем постоянно, что это основная сила, которая реально может чем-то помочь. Понимая, что семье принадлежит особое место в профилактике употребления подростками алкоголя и табачных изделий, семья может как способствовать при общении детей к употреблению алкоголя и табака, так и противостоять этому. Поэтому мы проводим первичную профилактику со всеми категориями семей – здоровыми семьями, конфликтными, малоимущими, расплавшимися. Начинается эта работа с момента зачисления абитуриентов в число обучающихся техникам. И так ежегодно в августе проводится первое родительское собрание, на котором поднимается вопрос о роли родителей в системе профилактики. Вредные привычки, алкоголизм, наркомания – страшные беды, на борьбу с которыми направлены большие силы и средства. Но в этой работе важно взаимодействие между правоохранительными органами, здравоохранением, торговлей, средствами массовой информации, молодежной политикой, образованием и, конечно же, каждым взрослым человеком, который должен своим примером показывать, что здоровый образ жизни – это то, к чему должен стремиться каждый. Только в таком тесном взаимодействии возможно реально снизить показатели зависимостей и сделать Славянский район территорией без табака, алкогольной и наркотической зависимости.